Мы продолжаем путешествие в Европе. После того, как мы сели в Финляндию на паром, и там с успехом переночевали, мы прибываем в Стокгольм. Почему мне нравится паром? Потому что паром стоит всего 120-130 евро. Там совершенно спокойно. И с утра, когда мы прибываем в Стокгольм, там совершенно шикарный завтрак, там в Звездном городе, и в Ростове на детей 8,5 евро. О, они делают оборудование. Убалденный, там перфект всего всего. Выбирай, что хочешь. Поэтому вот сейчас мы уже позавтракали. Когда мы прибываем в Стокгольм, мы видим там целый архипелаг из островов. Там дачи очень шикарные, очень хорошие. В Швеции, надо сказать, что расслоение немножечко больше. Богатых там побольше, чем в Финляндии, потому что в Финляндии домов богатых финнов не видели. И в Швеции, несмотря на то, что Швеция прогласила себя социализм, в отличие от Финляндии, но в Швеции там люди живут, ну, во-первых, в среднем, мне показалось, побогаче, и богатых шведов немножечко подольше. Мы не знаем всякие компании в Швеции. Мы не знаем какие шведские. Ольга тоже шведская. Ты классная, траву косить не надо. Поэтому... А, в этом плане. Поэтому все лучше, можно пересаживать деревья не надо, и побогаче. Вот, мы прибываем сейчас в Стокгольм. Это вы видите, как испаноязычные туристы кормили чайку. Вот, мы выезжаем на машине из парома, уже едем в сторону Стокгольма. В Стокгольме мы уже были раньше. В Стокгольме мы уже раньше были. Очень хороший город. Очень много интересного. Там есть старый город, в котором мы сейчас пойдем гулять. Вот, в Стокгольме раньше мы уже посмотрели музей Астрид Линсгрен. Это там Пеппи Длинный Чулок и так далее. Очень-очень советую. Есть еще очень удивительный музей. Музей ВАСА называется, по-моему. Там же они рядом, два находятся. Это музей посвящен одному кораблю, который очень много говорит о шведах и о шведском менталитете. То есть, шведы в каком-то там... Давным-давно решили сделать офигительный корабль. Очень дорогой, очень такой мощный. И они его делали долго-долго-долго-долго. Он весь в золоте такой. Совершенно шикарный парусник. И когда, наконец, они его сделали, они его спускают на воду, пригласили королеву Швеции, пригласили оркестр в парад и так далее, и так далее. Корабль, значит, отплывает. Проплывает сколько-то там, ну, не знаю, там несколько сот метров, может быть. И, собственно говоря, там порыв ветра. И, значит, корабль наклоняется, падает. И, короче говоря, корабль утонул. Вот. Лет 200 он лежал на дне морском. И после этого шведы вытащили. Ну, казалось бы, это позор страны. Но на самом деле шведы считают... Шведы сделали из этого шоу. То есть, как бы, вот, да, позор вроде бы, да. Но, с другой стороны, шведы вытащили его, отреставрировали. И сейчас это мощнейший музей, который показывает о том, как они его вытаскивали, как они его поднимали. Это тоже целая история. Вот. Сейчас мы заезжаем на парковку. Мы вот ищем парковку в Стокгольме. Парковка тоже удивительная. Вот сейчас мы встали, но мы там не остановились, потому что мы решили встать на подземную парковку. Подземная парковка очень интересная. Без знания английского языка там просто караул. Короче говоря, мы встали на подземную парковку. Там надо при въезде на подземную парковку вставить карточку свою в турникет. Вот. Он считывает карточку. Шлагбаум поднимается и говорит, въезжайте. А сколько платить, неизвестно. Так вот. Значит, когда мы вышли оттуда, мы запомнили адрес. А для того, чтобы войти, там на английском написано, что введите последние четыре цифры своей карточки. Мы вводим четыре последние цифры своей карточки. И, значит, там дверь открывается. Мы заходим, так сказать, уже без машины пешком. Потом мы садимся в машину, выезжаем, вставляем карточку в такой же турникет. Он отсчитывает время, когда мы выезжаем, минус время, когда мы въехали. Понимает, сколько с нас взять денег. И снимает эти деньги с карточки и открывает турникет. Мы выезжаем. Вот такая хитрая парковка. Недешево, надо сказать. Вот. Ну, дальше мы пойдем сейчас. Вот мы поставим машину на парковку. И дальше мы идем в старый город. Там все очень красиво. В музей мы не пойдем на этот раз. Потому что мы там уже были раньше. Но очень-очень советую посмотреть. На здании написано «Schweriges Riksdag». Судя по всему, шведский парламент. в музей разный стул. В музей есть талант, талант. И в музей, которые проживают. Судя по всему, шведский парламент. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сейчас я нахожусь в Швеции, уже совсем недалеко от границы с Норвегией. Мы дальше поедем в Норвегию. Вчера мы приплыли в Стокгольм, погуляли немного по Стокгольму, часик-другой, и поехали вот сюда, в кемпинг, который мы сняли заранее. Кемпинг находится на берегу озера, вот в таком красивом месте. Сейчас я хочу показать вам, как отдыхают немножечко шведы, и как мы отдыхаем, какие условия примерно в кемпингах, и что это такое. Потому что люди спрашивают, сколько это стоит, сколько стоит такой отдых. Вот сейчас я хотел рассказать об этом. Ну вот, сейчас я нахожусь у въезда в кемпинг. Здесь написано Валкоментиль. Приветствуем вас. Фрикенбаден. Это кемпинг четырехзвездочный, обычно трехзвездочный бывает. Ну, это четырехзвездочный хороший кемпинг. Так, ресепшн, ресторан, паб, утфюрнинг. Не знаю, что такое, бутик, кафе, глаз. И что-то написано еще. А, Вармландс Первла. Жемчужина теплых времен. На шведском. Вот, вот здесь вы видите здание такое. Это ресепшн. Там небольшой магазинчик и ресепшн. Дело в том, что мы в кемпинг заказали через букинг. И нам задержали визу финское амбассадоро, то есть посольство. И, соответственно, мы не смогли попасть вовремя сюда. Кемпинг был, букинг был без отмены бронирования, без возможности отмены бронирования. Вот, нам сказали, что возьмут полную стоимость. Но мы приехали с опозданием на три дня. Объяснили девушке. Девушке сказала, да, конечно, только вы будете жить не в том коттедже, который вы заказали. Но, собственно говоря, и все. Взяла деньги 750 шведских крон. Это стоило 5 с чем-то тысяч рублей на четверых. Вместе с машиной. Мы очень часто останавливаемся в кемпингах. Это достаточно дешево. Часто мы еще берем с собой палатку. И часто еще ночевали в палатке. Там где-то обходится в 34 евро. Где-то так вот 35-40 евро. Обычный кемпинг. Вот здесь ресепшн. Соответственно, вот сейчас я поворачиваюсь. Вот здесь, чем отличается кемпинг от всего остального. Это вот здесь такое здание небольшое. Это facilities, так называемые. Здесь находятся душевые, постирочные, кухни. Кухня, так сказать, там можно изготовить что-то. Посуда, как правило, бывает на кухне. Постирочные. Там есть стиральная машина. Можно постирать. Вот. Единственное неудобство, что, конечно, туалет на улице. Да, душевые, там все шикарно. Вот у меня за спиной вы видите кучу так называемых караванов. Они здесь достаточно много отдыхают. Любят такой отдых. И мы приехали на машине. Вот здесь еще такие места. Они арендованы надолго. Здесь люди просто арендуют эти места, ну, там, год, два, три. То есть, как дачи используют. Потому что дачи здесь, в общем-то, не приняты. Но они используют вот такие кемпинги, как дачу. И уезжать сюда, там, на месяц-два отдыхать. А остальное время это все здесь хранится на хранении. Вот таким образом. Ну, а мы поселились. Вот коттеджик такой маленький. Вы видите, за спиной у нас такой коттеджик. Вот. После того, как мы зарегистрировались на ресепшене, нам дали какую-то карточку, которая прикладывается вот сюда. Шлагбаум открывается, и мы въезжаем. Вот мы въехали через Шлагбаум. В такой коттеджик здесь. Этот коттеджик, в принципе, был наш. Сейчас норвеги какие-то живут здесь. Люди из Норвегии здесь. Неизвестна какая-то фамилия. Тоже, так сказать, из Норвегии машина. Вот. Дальше кто-то на мотоцикле, по-моему, из Швейцарии. И мы, собственно. Вот наша машина. Наш коттеджик такой. Коттеджики достаточно стандартные. Деревянные. На берегу моря. На берегу озера. Вот в данный момент находятся. Как правило, кемпинги находятся в достаточно красивых местах. Там, где есть где отдохнуть, на природе погулять. И они обычно такие деревянные. И они предназначены даже для зимнего проживания. Однажды мы отдыхали, ну, останавливались тоже в Швеции, в кемпинге. Это было зимой. Я думал, что там холодно. На самом деле, там есть такой конвектор. Его надо прийти, просто включить. Там есть выключатель. И он достаточно быстро нагревает до нужной температуры. Температура регулируется. Вот так. Кровати там двухъярусные. Обстановочку я снимать не буду, потому что там бардак полный. Вот. В кемпинге, как правило, в домике столик, там плита есть даже, чайник, набор посуды. Можно все приготовить. Они здесь готовят все. И, соответственно, ну, единственное неудобство, что посуду мыть приходится вот там, в Фасилитис. Да, вода прямо здесь есть. Вот такие условия. Это примерно получается тысяча с небольшим рублей на человека, если в переводе на русский. 5 135 рублей, по-моему, стоило. Ну, примерно, я не знаю, в Крыму, наверное, такие же условия. Вот. Поэтому ничего такого сильно дорогого в таком заграничном отдыхе нет.